Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. В преддверии летних каникул мы сегодня поговорим с Анжеликой Владимировной Евдокимовой, уполномоченной по правам ребенка. Еще раз напомним основные правила, которые важно соблюдать детям в эти летние деньки. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот началась у нас летняя пора, все дети наконец-то закончили обучение, разъезжаются кто куда, кто в городе остается, кто в летний лагеря, кто в деревню. Какие основные правила родителям следует напомнить их детям, чтобы летний отдых прошел без травматизма и вообще отложился хорошо в памяти? Да, конечно, начались долгожданные летние каникулы, дети завершили учебу и теперь они готовы к летним приключениям. И здесь как раз забота в первую очередь родителей, потому что я всегда подчеркиваю, что за жизнь и здоровье детей в первую очередь ответственны родители или их законные представители, то есть законные представители детей. Поэтому именно родители и законные представители детей, это опекуны и попечители, должны напомнить детям о правилах безопасности. Их не так уже много, но тем не менее, это правила безопасности при переходе дороги, при катании на велосипеде, при катании на модных сейчас электроскутерах, при купании в водоеме и при посещении, возможно, леса, при игре на детской площадке, на спортивных объектах. Вот как раз вы упомянули про электросамокаты, скутеры, то есть сейчас все это объединили в такое общее название средства индивидуальной мобильности, СИМ. Вот какие, наверное, основные правила безопасности родители должны напомнить детям, если купили ребенку это средство или если ребенок берет в аренду это средство, что нужно знать ребенку перед тем, как сесть и поехать? Да, есть у некоторых родителей возможность побаловать своего ребенка, купить ему вот это средство индивидуальной мобильности с первого марта, мы это так теперь все называем. Ну и купив такое средство, необходимо в первую очередь обеспокоиться безопасностью своего ребенка и, конечно же, безопасностью тех, кто окажется вокруг него. Ну, прежде всего, надо знать, что гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности могут использовать только дети с 14 лет. Надо рассказать ребенку, где он может ездить, как он может ездить. Эти правила, если родители не знают, могут посмотреть в сети интернет, могут обратиться к сотрудникам ГИБДД. Ну, я думаю, наверное, сейчас при продаже этих средств индивидуальной мобильности все продавцы уже их знают и с удовольствием поделятся с покупателями теми знаниями. Скорость движения по нынешним требованиям должна быть не более 25 км в час, хотя вот если лично я, я бы ратывала за то, чтобы поменьше была скорость передвижения на этих электросамокатах. Конечно же, электросамокатчики должны уступать дорогу пешеходам, они должны, естественно, спешиться перед тем, как перейти проезжую часть. И много-много там всяких разных нюансов, которые, как я уже сказала, можно найти в интернете, обязательно найти в интернете и рассказать своему подростку. Потому что я считаю, что нет ничего важнее и главнее, чем жизнь и здоровье, тем более жизнь и здоровье ребенка. Другой важный момент. Много детей летом гуляют без родителей, родители отпускают детей и гуляют, и они предоставлены сами себе. Но зачастую играют, ходят рядом с проезжей частью, пользуются пешеходными переходами. Если регулируемый пешеходный переход, где есть светофоры, там все понятно. Загорелся маленький зеленый человечек, все равно посмотрел по сторонам, дорогу перешел. Но есть нерегулируемые пешеходные переходы, где просто стоит знак, зебра и машина ездит туда-сюда. Какие вот здесь правила родителям нужно напомнить своим детям при переходе через нерегулируемый пешеходный переход? Ну, конечно, надеюсь, что многие дети на лето уезжают к бабушкам и дедушкам в деревню. Там меньше дорог, меньше этих пешеходных переходов. И тем не менее, надо все равно перед летом напомнить ребенку правила дорожного движения в том числе. Ну, а уж эти дети, которые остаются в городе и ходят по дорогам, тем более, тем более, им надо еще раз напомнить, потому что лето, жарко, много всего интересного, много на что обращают они внимания. Но, подойдя к дороге, они четко должны знать налево, направо и только лишь убедившись в том, что нет движущегося автомобиля рядом с пешеходным переходом, они могут перейти дорогу. И вы знаете, тут, наверное, одна из таких основных опасностей – это когда стоят автомобили на обочине. Вот из-за них, к сожалению, не видно движущегося автомобиля. И вот акцентировать внимание ребенка на том, что если припаркован автомобиль, все-таки не спеши из-за него выходить на дорогу, остановись еще раз и посмотри. Вот, если честно, я, например, всегда и своим детям, и вот с теми, с кем разговариваю, говорю, даже если загорелся зеленый человечек, и ты четко знаешь и помнишь правила дорожного движения, что это твоя дорога, тебе зеленый свет, тем не менее, посмотри налево, посмотри направо и только убедившись в безопасности переходи дорогу. Как известно, есть три участника дорожного движения – это пешеход, водитель, пассажир. Мы как раз поговорили о детях в качестве пешеходов. О детях в качестве водителях коснулись это в средствах индивидуальной мобильности, но остались еще дети как пассажиры. Вот, какие правила и детям, и родителям нужно знать, если они берут ребенка с собой в дорогу? Правильно, Валерий, отметили, что да, дети-пешеходы – это одна ипостась, а дети-пассажиры – это другая. И здесь уже от них ничего не зависит. Здесь все зависит именно от взрослых, которые посадил. И вот совсем недавно был ролик, где засняли женщину, у которой на коленях сидит ребенок, и она мчится по дороге, как написали, со скоростью 130 км в час. Сейчас ГИБДД проводит проверку, и, конечно же, они установят эту женщину и, надеюсь, привлекут к ответственности. Но это же взрослая женщина, и в данный момент, когда у нее в машине ребенок, она ответственна не только за свою жизнь и здоровье, но и за здоровье этого ребенка. Вот я не знаю, что у нее происходило в голове, когда она совершала такие поступки необдуманные, я думаю. И каждый раз, сажая в машину ребенка, водитель должен еще раз посмотреть, все ли он предпринял для безопасности своего маленького пассажира. Ремни безопасности, скоростной режим. Обязательно у маленького ребенка должно быть детское удерживающее устройство до 12 лет. Как показывает практика, во многих случаях, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, именно это спасает жизнь ребенку. А непосредственно перед летними каникулами, или, может быть, в День защиты детей проводите ли вы какие-то мероприятия, чтобы напомнить детям об основных правилах безопасности? Ну, можно сказать, что непосредственно перед летними каникулами мы акцентируем, еще раз акцентируем внимание на правилах безопасности детей. Ну, а вообще, акции про безопасность детскую проходят на протяжении всего года. Эта всероссийская акция «Безопасность детства», она подразделяется на акции, которые проходят зимой. Это свои какие-то направления, и тонкий лед, и гололед, и сосульки, и еще там все, что зимние игры, ватрушки. Кстати, тоже очень опасное средство. Летом – это безопасность ребенка. Летом здесь, как мы уже с вами поговорили, да, и правила дорожного движения, и купания, и велосипеды, и детские площадки, и спортивные объекты. Так вот, внимание на детскую безопасность в рамках этой всероссийской акции акцентировано круглогодично. В мае прошлого года губернаторам было подписано распоряжение, которое было инициировано мной. Первый – это концепция обеспечения комплексной безопасности детства и план ее реализации до 2025 года. И совсем недавно президент России утвердил стратегию комплексной безопасности. Она немножко шире, чем наша региональная, поэтому мы ее, нашу региональную, немножечко пересмотрим концепцию, добавим, расширим. Но все, что там предусмотрено, это все исключительно действенные меры, которые будут проводиться именно в межведомственном взаимодействии всеми профильными министерствами, ведомствами, прохранительными структурами, муниципальными образованиями. И все это нацелено на сохранность детских жизней, на снижение вот этого уровня травматизма детского. Вот мы сейчас с вами поговорили только об одной ипостаси, это вот правила дорожного движения. Вообще, конечно, это очень широкое понятие. Это и бытовой травматизм, это и уличный травматизм, это и школьные, и заброшенные здания, и много-много всяких разных направлений. Это мы все стараемся охватить. Ну, естественно, именно вот в межведомственном взаимодействии, потому что одной мне и моему аппарату это немыслимо сделать, но очень много людей нацелено именно на сохранность детских жизней. Причем людей даже, которые не обличены властью, не обличены какими-то полномочиями в этой сфере, а именно по зову сердца. Очень много волонтеров, добровольцев, и общественные организации ОЦИ России помогают нам в этом вопросе, и ОНФ, молодежные движения. Поэтому задействованы вот в сфере обеспечения детской безопасности очень много людей. Анжелика Владимировна, спасибо, что встретились сегодня с нами и поговорили на такую интересную и важную тему в преддверии летних каникул. Спасибо вам большое. Спасибо, Валерий. Конечно, приглашайте, мы с вами еще и поговорим. Много детских тем есть. А я бы хотела, с вашего позволения, обратиться к родителям и напомнить. Уважаемые родители, берегите детей, ведь это самое ценное, что есть у нас с вами. Вспомните еще раз вместе со своими детьми все правила безопасного поведения. И я хотела бы сейчас напомнить слова выдающегося педагога Антона Семеновича Макаренко, что только живой пример воспитывает ребенка, а не слова. Пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом. Поэтому помните, что вы пример для своих детей. И хорошего вам лета. Это была программа «Жизни дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok